Здравствуйте, мои дорогие зрители и подписчики! Это мой первый видео на русском языке. Как сказать, пробный видео. Если вам понравится, я буду продолжать и снимать серию уроков. Сегодня я хочу поговорить, как надо написать письмо на немецком языке. Официальное письмо и неофициальное письмо. Официальные письма, когда начинаем так. Sehr geehrte Damen und Herren. Это когда мы не знаем, кто будет наше письмо прочитать. Это будет женщина или мужчина. Например, если мы напишем для какого-то офиса или учреждения. Если, например, мы покупали какой-то товар и для какой-то момент нам товар не понравился или товар оказался сломанным и мы хотим его вернуть назад, мы делаем это с помощью «Пешверде». Такое письмо называется «Пешверде» – «Жалоба». Sehr geehrte Damen und Herren, мы используем... И, например, тогда, когда мы прочитали в интернете или в журнале какое-то объявление о покупке или продаже квартир или другого имущества. Такие письма мы всегда начинаем с sehr geehrte Damen und Herren и закончим mit freundlichen kurschen. Это такой официальный форма. Эту форму мы используем именно для официального письма. Ну, а если мы точно знаем, кому мы напишем, например, это шеф или какой-то чиновник, и он мужчина. Тогда мы начинаем так. Sehr geehrte Herr... И там ставим имя. Например, sehr geehrte Herr Schultz. И письмо опять закончим mit freundlichen kurschen. Ну, а если это женщина, тогда напишем sehr geehrte Frau... И ставим имя. Например, sehr geehrte Frau Schmidt. И закончим опять mit freundlichen kurschen. Официальные письма всегда начинаются sehr geehrte и заканчиваются mit freundlichen kurschen. Ну, а неофициальные письма можно начинать так. Например, liebe Frau Weimann. Ну, если эта Frau Weimann учитель вашего сына. И такого письма можно закончить как угодно. Например, liebe große, schöne große, viele große oder vielen Dank. Такого письма можно начинать и заканчивать как угодно. Только если, например, это учитель, можно к нему обращаться вежливо. Mit sie. Такие вежливые письма напишут, например, для плохо знакомого соседа или учителей или коллеги. Ну, а друзей, если напишешь что-нибудь для друзей, то тогда можно начинать письмо как угодно и заканчивать как угодно. И вежливые формы уже не надо. То есть не надо обращаться mit sie. Если напишешь, например, для твоего друга или хороший знакомый сосед или фамилия. Ну, если вы хотите тренироваться для Goethe-сертификата или TELC, то тогда нужно строго наблюдать пунктов. Для каждого aufgabe есть пункты, специальные пункты. И надо для каждого пункта что-нибудь написать. Один или два предложения. Если это А1, то можно написать коротко. А если B1, тогда нужно использовать языковые конструкции. Такие как weil, das, entweder oder, sondern auch и так далее. Нужно показать, что вы имеете эти навыки и умения. Ну, сегодня всё. Я, в принципе, сказала всё, что хотела сказать. А на следующем уроке мы будем уже написать письмо. Минапишем эдет письмо. Минапишем эдет письмо. Грунт фур и шхайбен. Эншюльдигун. Ви zu хаузе лэрнен. Унт. Ванн синтси вида им кус. Спасибо для внимания. Я жду вас на следующем уроке. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok